А Дворец культуры имени Добрынина завершает работы по программе «Доступная среда». В прошлом году здесь адаптировали для людей с ограниченными возможностями входную группу, пандусы, туалеты и места в зрительном зале. Программа финансируется из трех источников – федерального и регионального местного. В настоящее время во дворце ждут очередного транша, чтобы закупить итальянские подъемники. Условия договора выполнил пока только городской бюджет. В России подъемники не производятся, поэтому приходится их заказывать и приобретать за рубежом. Стоимость контракта – 2 миллиона 100 тысяч. Подъемники установят на парадные лестницы. Выполнение работы идет поэтапно, поскольку вы видите, что зданию более 50 лет. И при строительстве и проектировании этого здания, конечно, нормы для маломобильных групп населения не учитывались. Сейчас мы эти нормы приводим в соответствие, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя ущемленно и могли также посещать все наши мероприятия наравне с остальными гражданами. Интенсивность эксплуатации помещений дворца очень высокая. Каждый день здесь что-то происходит. В планах руководства до 31 декабря сделать здание доступным на 100%. Всего на программу израсходуют 3 миллиона 900 тысяч рублей. Для создания максимально комфортной улучшения качества мэрии Ярославля вводится новая практика тестирования. Все работы по программе «Доступная среда» будут проверять те, для кого, собственно, это делается. Елена Савельева, член отделения общества инвалидов Кировского района, лично убедилась в качестве работы в ДК Добрынина. Она уверена, что число культурных и социальных объектов, адаптированных под людей с ограниченными возможностями, в нашем городе будет постоянно увеличиваться. Пожелание, чтобы было более четко обозначено место для парковки инвалидов, чтобы было ясно, как проехать. Потому что, если не знаешь, то сложно найти это место. И немножко изменить пандус при входе, чтобы он был более покатый. Очень бы хотелось, чтобы сделали театр Волково адаптированный, чтобы сейчас туда колясочникам проблематично попасть. Хорошо адаптирована арена, очень хорошо сделано все в арене. Вот это, наверное, показательное такое место, с которого надо брать примеры.